60 минут о главном полку агентов Путина прибыло ровно за 6 дней до выборов США в ФБР. Но фактически уничтожает Хиллари Клентон. Неожиданно, спустя больше 15 лет, мужу Клентон приписали коррупцию, просят расследовать и немедленно наказать Барак Обама, что тоже своего рода сенсация, не возражает. Ну а Мишель Обама, узнав об этом, стирает все записи в социальных сетях в поддержку Хиллари Клентон. Казалось бы, мелочь, но тоже просто так едва ли бы стерла. Неужели действительно Трамп? Жириновский в нашей студии обещал даже выпить шампанское. Если Трамп победит, неужели все и правда идет к этой победе? Майкл, у вас есть фактически уникальная возможность понять, что Вашингтон уже проснулся несколько часов назад. Тем не менее, Госдеп пока еще не отреагировал на сообщение нашего именобороны. То есть вы можете отреагировать на решение гуманитарной паузы, представляя Соединенные Штаты, раньше Госдепартамента и Белого Дома. Итак, если речь идет о боевиках, я имею в виду не о нужде, я имею в виду о наших союзных, умеренной оппозиции. Если речь идет о них, я еще раз говорю, что Восточная Алеппия всегда, уже пять лет, это центр антиасадовского сопротивления. Поэтому понятно, почему они не хотят уехать. Если речь идет о мирных жителях, я еще раз говорю, что Асад плюс Россия так мирно, так гуманно их бомбили за последний год, что слово гуманитарное, что угодно, звучит на них как шум. А в Масуле не бомбили, а в Афганистане не бомбили, а в Ираке не бомбили, а в Белграде не бомбили. Они боятся уехать, потому что они не доверяют. И было очень много случаев, когда под лозунгом гуманитарного коридора вы их стреляли, поэтому им лучше остаться. Кто стрелял? Расскажите нам, кто стрелял, пожалуйста. Кто стрелял? Ну, многие стреляли. Союзники. Союзники и Асад, потому что там есть Восточная Алеппия полностью окружена войсками Асада. Сирийская армия открыла гуманитарные коридоры, а потом, когда по ним кто-то пытается выйти, она их обстреливает? Да, вы можете показать Восточную Алеппию на карте? У вас есть какая-то карта? Мы можем показать карту. Чтобы показать, что Восточная Алеппия полностью окружена войсками Асада. Полностью. На самом деле, Майкл сейчас ничего удивительного не говорит, в том смысле, что вчера Кирби представил официально именно такую позицию. Мы здесь обсуждали, это звучит немыслимо. Но Кирби вчера заявил, что умеренная оппозиция, это та самая оппозиция, которую уже все считают одной и той же с Сан-Нусрой. Мы шутили, да? Представляем себе террориста, который переводит через дорогу бабушку. Так вот, Кирби говорит, что умеренная оппозиция действительно выводит мирное население по гуманитарным коридорам. Ну, быстро, он даже уточнял. Это же бред, Майкл. Пожалуйста, хоть на севере, хоть на юге вставайте, господин Демистура, и сопровождайте. Девятого числа, четвертого числа с девяти до девятнадцати часов. Для вас все открыто. И, конечно, это последний шанс для умеренных боевиков, тех, кто хочет жить и кто надеется попасть в провинцию Иглиб. Потому что мы гарантируем безопасный проход именно туда. А остальных ожидает гибель и встреча с гуриями. Шахидизация. Ваше, по этому поводу. Просто ваша гарантия, лобно в грошах, не стоит для них. Вы понимаете это? Ваша гарантия настолько обеспечена. Я это понимаю. Вы были в восточной части Алеппии. Почему вы за них говорите? Да. Вы были там? Они сами говорят. Что они говорят? Они не доверяют России и Азербургу. Кто говорит они? Продовольственные блокады уже целый год. Компьютер заключается в том, что те, кто остался и кто есть сегодня в Алеппо, на самом деле не боятся умереть. Потому что они настоящие игиловцы. Им нечего терять. Правильно. Они сегодня не дают возможность мирным гражданам уйти. Потому что пока есть мирные граждане и медленно, благодаря вам, умирают с голоду люди, потому что их просто нечего кушать. Они прикрывают себя. Потому что продовольственная блокада Асада. Вы это понимаете? Видимо, понятно, что не только с голоду они умирают. 280 человек были вчера ранены и 58 человек были убиты. Это к вопросу о том, что с голоду они умирают. Слушай, мы с Россией находимся в состоянии полной координации действий. Вот ответ Израиля. То, чему надо учиться вам на Западе. Вы на Западе должны вот этому учиться у Израиля в том числе. Я позволю себе добавить слова президента России. Израил прекрасный пример. Я очень рад, что вы в гостях у нас сегодня. У вас сегодня. У нас, в России. Потому что когда Хезбелла совершает теракты в Израиле, когда Хезбелла совершает теракты в Израиле, и Израил отвечает адекватно и правильно делает, не перебивайте меня. Израил не просит разрешения у Ливана. И без мандата ООН. Израил вводит войска в Ливан и душит гадину на кофе. Но Хезбелла на территории Украины. Душит эту гадину. Это как раз... Но надо все-таки располагать информацию перед тем, как вы идете и разговариваете со специалистами. Это как раз ответный вопрос. Хамаз, да. Хезбелла взрывал какие-то учреждения еврейские в Буэнос-Айресе, в Тбилиси пытался. Но на территории Израиля в Хезбелле. Но не даем мы им работать там. И как раз это ответный вопрос, на каком основании США воюют против террористов в Сирии. Но надо все-таки быть полковным, как по-факологическим. На том же самом основании. И американцам надо учиться, а не учить других всего. Вот придет рам. А США, извините, Майкл, воюют с террористами в Сирии? Другой континент вообще. Это Хабаровский край. Да. Израиль же не воюется в Российской Федерации, в Хабаровском крае, например, с ответственным террористами. Это непосредственно граница рядом. Когда есть террористическая угроза, Израиль, имея право бороться против этой угрозы, где бы она не была. Где Израиль борется надземными частями и вооруженными войсками? Ливаны, Ливаны, борются войсками Ливан. Далеко от Израиля, где? Давайте с Израиля. Вы же не находитесь рядом с Израилем, в Сирии. Один и тот же принцип, это международное право. Давайте не будем говорить одновременно. Майкл, почему вы плакаете? А вам нравится предсказуемые выборы. Стали, почему вы собираетесь плакать? Еще у нас очень интересно намечается программа, да? Если Трамп победит, то Жириновский обещал пить шампанское, а Майкл плакать. Вы хотите моё мнение? У нас осталось 4 минуты. Давайте попытаемся высказаться все. Майкл, коротко, и чтобы все остальные тоже успели. Мы утрим слезы Майку. Я считаю, что Трамп, может быть, он будет хорош для России, но для США он будет очень плохим победителем. Он профан и шарлатан. Он не политик. Он шоумен. Нам не нужен шоумен в Белом Долгое. У вас несколько актеров было президентами. У меня есть шоумен.